Друзья, всем привет! Сегодня к нам заехал Сузуки Гранд Витара на полнячок Будем им потихоньку заниматься Делать его буду не в напряг себе по времени Из такого кривого по автомобилю имеется капот, крыло капот кривенький крылышко сейчас свет включу посмотрим более детально крылышко чутка подрихтованное, но крыло еще можно затянуться, заделать по зазорам вроде все стоит нормально капот хоть и кривенький, но тоже весь в зазорах проблема по капоту, он весь ржавый что снутри, что снаружи с клиентом этот момент обсудили что на капот именно гарантию дать, что он не поржавеет ну как бы не то, чтобы нельзя, некоторое время конечно он еще подержится, но вот эти вот, что уже повылазили, они опять вылезут и через сколько точно они вылезут никто точно не даст гарантию красим все без крыши крыша в принципе целая там ее надо отдать на ПДР в двух местах но из-за этого красить крышу глупо, она реально вся целая красим ее в круг с дверными проемами интересно, этот замок я уже все открыл открыл а на один хрен закрытой стоит как так интересный автомобиль прикольно я тут с ключом ладно, с ключом разберемся чуть позже что такое и почему что мы делаем красим с дверными проемами потому что тут в дверных проемах под резинками на дверях поржавело чуть-чуть там надо бы показать сейчас я как-то открою интересно в том мере что-то у него с сигналкой в общем красим с проемами потому что тут вот что нижняя пластиковая накладочка она коротенький кусочек здесь вот это вот делалось это болячка у Grand Vitar сгнивают арки также здесь по непонятным причинам именно здесь только в этом углу собирается влага на другой двери такого нет здесь сгнил кант двери это мы сегодня разберем посмотрим что там да как ну не конкретно сгнил он просто конкретно прожавел тут там верхних частях с тем что кусков уже металла не хватает я ничего не сделал я только приостановлю чуть-чуть коррозию и все пока что под вопросом в цвет кузова или он бампера хочет в черный цвет я ему предложил сделать в Raptor цвет черный цвет ближе к матовому точнее блеск ближе к матовому и крепость покрытия хорошая плюс в любой момент можно повторить без всяких вопросов здесь та же самая беда сейчас посмотрим здесь а тут как ни странно ничего не произошло вот непонятно почему там влага под резинкой собирается и ржавеет все что вокруг нее есть понятно что есть небольшая коррозия чуть-чуть винтик также заржавел ну то не так критично с той стороны и с этой стороны тоже так же каблучная болезнь так далее идет у нас под замену пойдут все необходимые клипсы которые будут участвовать у нас в разборке поменяются вот эти болтики на красивые свежие чуть-чуть подрифтуется бампер потому что он чуть-чуть получил снимутся риллинги чтобы не мешались окраски да собственно и все с чего начинаем процесс нам нужно все сейчас разобрать посмотреть что нам нужно заказать из запчастей пока автомобиль будет в работе и сразу я стартую с кода цвета код цвета у нас на шильдике на шильдике у нас написано Z2S тут прямо написано Color так проще взял я выкраски подобрал уже код внутренний по системе 2х47B сейчас покажу что за выкраски есть подходим к Color Box я их уже нашел тут 4 выкраски одинакового номера Z2S все идут но с разными маркировками C A просто чистым 2х47B из буквы берем допустим чистую чистую 0047B неплохо но вот кстати она неплохо но тоже теперь слишком серебристая но тут еще надо на улицу конечно выехать выбор это 047B которая мне понравилась лучше всех она подошла можно даже в стык задубосить и C допустим неплохо но она синяя я еще посмотрю конечно на улице но пока что я определился что это 0047B посмотрим сейчас основной компонент который идет на эту машину это 393 почему-то уверен в этом серебристый и его надо сразу тоже заказать литрушку его литрушку состава основного потому что на эту машину серебра мне нужно готовой краски ну где-то 2-2,5 литра там посмотрим в процессе потому что тут капот внутри окрашивается а подожди без крыши 2 литра за глаза хватит серебра то есть бампера не красятся но все равно краску надо заказать либо поехать на склад ее забрать телодвижение будет у нас в таком порядке сейчас движения идут дальше мы ее перегоняем туда начинаем разбирать после разборки мы ее моем все запчасти убираем в сторону моем и можно приступать какое запчение но сегодня у меня на разборку уйдет большая часть рабочего дня надо посрезать все буковки шильдики шильдики кстати будут делаться антихромом будет в черный или мат или грянец это такое по ходу решим также будет разбираться передняя решетка потому что значок уже поплыл и вот эта убежка будет делаться скорее всего в раптор но это все в процессе будет показано будет рассмотрено ну вот разобрали автомобиль рассыпал все можно сказать в ноль выкидал теперь что нужно сделать нужно попросматривать те элементы которые есть необходимость поддавить ПДР подстучать поддавить сделать это тут есть парочку таких мест на крылочке там на дверях чуть-чуть далее запечатать салон потому что в салоне все резинки если я их разложу отдельно их потом буду собирать неделю то есть по местам разложены резинки запечатать салон так как под покраску помыть машину всю хорошо с химией а потом распечатывать детительскую дверь и пользоваться только ей а остальное уже будет стоять запечатано аж под грунт перемыть все запчастюхи которые валяются отдельно чтобы потом при сборке они были чистыми чистыми были они да и заниматься потихоньку печально очень эта машина разбиралась фактически все винтовые соединения болтовые винтовые кроме дверных петель есть топоров на дверях они все заржавели между собой и в принципе я их все срезал даже рамка номерного знака который крепится к бамперу который был заменен не знаю давно не давно но заменен мне пришлось срезать вообще все ну кроме пластиковых клипс поэтому все идет под замену все что там по подкрылкам крепилось на болтах винтах это нафиг все но оно все порезано тупо не пойму почему так происходит потом стекла вырезать не будем стекла пробьются отворотным скотчем завернуться потому что еще резать стекла как бы я думаю тем более когда резать стекло пострадает вот эта резинка она плотная она не отвернется нормально в общем потихоньку занимаемся сейчас заклеюсь изнутри завернусь и поедем мыться так навесное все у меня помыто уже стоит отстаиваться я их мою получается один раз перед началом работы потому что после грунтования уже как бы знаете не хочется мочить какие-то открытые части металла есть сейчас пофигу моешь моешь коржи ржавчины где были вылетают грязь вымывается потом все что пылью туда будет попадать само собой на сухое оно все повыдувается очень просто пистолетом обдувоченным поэтому это не будет проблемой заклеиваем дверные проемы 4 проема заклеиваются на очень долго аж до перетирки под покраску включительно поэтому тут я по наружу еще проклеиваю синим скотчем который влагостойкий он дорогой но это надолго заклейка также с багажником также с задней левой а водительскую дверь просто с двух сторон сейчас скотчем я ее завтра буду снимать а мне завтра переезжать готовить кузов поэтому расклеиваться буду в любом случае сейчас сделаем следующий этап нам надо все помыть я так смотрю на подкапотник и подкапотник аккуратненько тоже надо бы помыть не лезя не залазя сильно вот сюда не имеет сейчас смысла туда лезть но повыдувать надо все это дело хорошо повыдувать чтобы ни в камеру говно не ехало ни тут не сыпалось пока буду с чем-либо работать сейчас в пенник заряжаю кислотную химию обливаю ей весь кузов минут 5 он стоит потом начинаем вымывать вымывать буду двумя фрезами обычной веером и потом вот здесь где внутри коржи отламываются ржавые туда залезу грязевой фрезой та которая фрук очень хорошо так выбивает здесь со всех карманов все грязь надо повыдувать но с этим у нас поработает химия надудонил я туда пены активно во все что можно даже на днище полез чтобы отмылась гайдота которая там висит очень важно чтобы пена хорошо налетела вот туда и она там постояла потому что там собирается вся дорожная грязь там виль мастейка всякая срань которая нам будет мешать работать все пять минуточек автомобиль сам по себе поработает химия на автомобиле точнее видно как с под колёв вытекает дерьмо все это нам и нужно как раз таки мойка закончена она остается на ночь эта машина стоять по времени я в 10 утра начал сейчас 9 вечера почти 10 часов полных рабочих у меня заняла разборка и мойка с оклейкой я считаю это хороший результат по времени главное что я успел в ночь отмыться и завтра буду спокойно начинать работу с кузовом навесное которое сейчас стоит пока что я к нему не прикасаюсь пока у меня полностью не будет готов кузов по кузову работы в принципе не так уж глобально много снимается до металла единственное что не знаю полезу я проверю очень очень хорошо проверю батоны может быть я их не буду снимать до металла но не за по любому вот эта боковушка здесь ну тут понятно тут работать расчистить пороги снять полностью крыло до металла это крыло до металла потому что по торцам уже лезет ржа также пороги тут вот этот батончик и это крыло тоже полностью до металла верха вроде бы хорошие я их проверю толщиномером посмотрим позвоним вот эту штуковину надо будет убрать чтобы она нам не мозолила глаза и не требовалось много шпатлевки туда может быть вообще туда шпатлевки не будет никакой класса расчистить надо хорошо все вот эти вот канты арки потому что вон оно что снизу происходит то есть вся проблема у этой машины идет изнутри не снаружи а вот с этим завтра будем бороться а когда кузов у меня полностью будет отгрунтованный он спокойно себе уезжает в отстойник дня на 3 пока я занимаюсь навесным когда я полностью подготовлю навесное а это реально не считаю бампера вообще во внимание сейчас не беру то есть багажник там надо рихтовать двери там помелочное такое что проверить снимать их полностью до металла в грунт капот с двух сторон в грунт то есть с ним работает много кузов за это время ну дня я думаю 3 точно будет в отстойнике и он спокойно хорошо просохнет все усядется и порядок 10 следующий будет такой когда она снова отгрунтуется кузов готовится в покраску красится выгоняется потихоньку берутся 4 двери красятся вешаются капот багажник красится вешается бампера подготавливаются красится машина собирается машина обрабатывается антикором и вперед то есть вот так вот технически логично и правильно BMW я делал чуть-чуть наизнанку я там двери потом кузов ну там мне ничего не мешало это дело там всего 2 двери тут уже посложнее расставлять крашеные двери куда-либо их выкидывать так будет правильно да в принципе всегда так все и делали сначала кузов потом на весну всем пока на сегодня хватит то есть так вот вот там вот вот Продолжение следует...